Вечная Ваня и вечная Господа Отцены И глубокое боль И глубокое боль И глубокое боль И глубокое лечение И великая надежда Аминь Аминь Я Изучаю Его жизненный путь Так и сам Взял его крест И иду по пути Который он Протолил Имею великую надежду И верю Что Господь Принавший душу Отца Никона В небесах В небесах Из тех Самой излученной души Даст ему В небесах В небесах В небесах В небесах По этому пути По этому пути Потому что одному Как тяжко идти по этому пути Как тяжко В небесах В небесах В небесах Трудно Трудно Мы знаем В небесах Мы знаем столько В небесах Он рассказывал Он рассказывал мне Когда его Только положили Пострили в монашество И не пройдя В небесах В небесах В небесах В небесах В небесах Никогда 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 Какой Это Тяжкий крест И Если Человек На этом пути Не срывается Такие Какие-то Грехи Он Срывается Что случилось С Слова Никита Он Наступно Нормал Свою Здоровье Что А то Не мог Нормально Существовать Когда Никогда Никогда Я Понимаю Что Это Я Знаю Что Это В Одиночку Внести Крест Наше Скороле Одновременно Двадцать лет Господь Разгравил Отца Никогда Лучше Живее Лечнее Живее Я Не верю Потому Что Никто Я Размеряю Никто Не знает Тех скольбей И Страданий Которые Несет Монах В Свою Нековную Жизнь А еще Бездуховную Принтежь Ответ Почему Сознавались Монахи Монахи Что Монаху Одиночку Не В Не 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 М问题 Нес blade И Господь уже виден Его против Господь его призвал к себе и верил, что Господь его утешил. Но грешным делом все равно надеюсь на его поддержку и помощь. И так, как мой дорогой Отец Ник, я назову тебя крестью. Помоги мне, что мне упасть не будет по дороге. Особенно, когда изнемогаешь. Как это важно. Слышать и чувствовать не упасть. Я не чувствую. Я слышу. Потому что мне досталось с него детище то, во что он вкладывал свою душу. Мне может вам остаться после того, как пришел в Бог Равнодушке, опять не будет. Заботиться и помогать. И подсказывать. И подсказывать. очень важно. Не в раз привпадать. И сравнивать. Этот батюшка лучше это будет. отец Ник был лучше. Это был Господь. И признал. Потому что Господь призывает всегда лучше. И он был лучше. Те скорби, которые он нёс, особенно не понимает. Слышать. Возвращаться. Это знаменность. Как было нелегко. И как хотелось, чтобы под какой-то глоток живой воды, свежего воздуха влагнуть, чтобы хоть немножечко порадоваться, утешиться. И как это у них хватает, как это нужно. Мы, пастыри, должны утешать и поддерживать наших прихожан, наших поселок, твоим это же люди. И нам нужна эта поддержка. И нам нужна это слово утешение. И даже добрый взгляд или протянутая рука поддерживает. А она тоже нашла. Та же, как и все. И поэтому, пусть хоть запоздалая, позже осмысленная, Рассказы, утешение, молитва наша будет для Него Компания радует. Хотя, у Него сейчас от рады. Сам Господь, благодать Божию, радость, общение, постоянное и бесконечное общение с Богом. Он удерживает. Он удерживает. Он удерживает. Я веду до Него. Поэтому, дерзаю, не обращаться за утешением. Никто меня не поймет так, как поймет Бог. Он это пронес. 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 Тяжки. Наскорляет. Последнее время ему, видимо, было особо тяжело. Я помню, как он приезжал ко мне в душу. И как будто что-то хотел сказать. Мы общались. Он спрашивал какие-то практические вопросы. Я немножко старше, где-то больше опыта монастырских людей, но я чувствовал, что он ищет духовное утешение. И видимо, Господь, с чего он был достойным. И поэтому призвал его к вреду образа. В день оказался Матери Божьей. С Матери Божьей не остался. Она его и позвала. Так хочется много теплого и доброго сказать. Так хочется высказать свой полей души. Но... Вкусная различность. Может быть, не умение. А может быть, это и не нужно. Потому что не словами, а душевными чувствами. Любовью. Может быть, и чаще всего чем-либо. Больше можно дать и больше не получать. Поэтому, именно сердечными чувствами, душевными, я обращаюсь к нему. А в этот день, когда Он нам написал, празднует память Своего Святого, День Своего Ангела, Небесного Благодарителя, с которым Он, наверное, сейчас встречается и приносит им похвалы. И мы тоже хотим радоваться, если с ним. Где-то в душе все равно скорбь и печаль, что Его нет с нами. И с другой стороны, правда, что Он знает, Он не оставит нас. Слишком много душевных, чтобы забыть. И тем более, нам надо поддерживать. Нужна Его помощь и тишение. И поэтому, все равно, и в этот день, и поздравить Его хочется. И порадоваться с Ним. И все равно хочется его просить. От помощи. Того, как есть, предупреждает. Нужна Его помощь. Нужна Его поддержка. Он уже избавился от тех скорбей и печаль, которые исследовали Его в течение его жизни. А мы только еще думаем, как нам дальше вести себя грязь. Поэтому будем все равно обращаться, молиться и не расставаться. И на самом деле важно, чтобы эта связь наша никогда не перерывалась. Потому что она очень много душевных. Очень много душевных. И мы таким образом и через него сообщаемся с вечной жизнью. И так далее. Спасибо.